МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Студия Антон Исаевичкин. Эфир 41-го канала продолжает информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Губернатор Воронежской области запретил ремонтировать дороги зимой и больше уделять внимание состоянию дорожной разметки. На еженедельном совещании в администрации города оценили результаты внедрения в столицу Черноземья энергосберегающих технологий. В Воронежской области выросло число заболевших с альмонеллезом и другими кишечными инфекциями. Стоит ли ждать эпидемии? Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультации об опасности употребления снюсов. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Организация гражданской авиации Ирана выпустила второй предварительный отчет об авиакатастрофе самолета международных авиалиний Украины под Тегераном. По информации агентства Bloomberg, в отчете говорится, что Боинг потерпел крушение после попадания в него двух ракет малой дальности класса «Земля-воздух», выпущенных из зенитно-ракетного комплекса российского производства Тор-М1. В отчете сообщается, что пассажирский борт вылетел в 6.12 утра по местному времени и через три минуты исчез с радаров. Самолет впервые соприкоснулся с землей в общественном парке, а затем лайнер развалился на части, двигаясь через футбольное поле, сельхозугодие и сады. Иранские власти признали, что не могут расшифровать черные ящики самолета, поскольку не обладают для этого нужными знаниями и технологиями. Между тем, Франция и США отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки. В городе Ричмонд, столица американского штата Виргиния, прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия. Об этом сообщил «Нью-Йорк Таймс». Акцию организовало движение в защиту права на оружие. Поводом послужили планы партии демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной Ассамблее Виргинии, ввести в штате новые ограничения на ношение огнестрельного оружия. В массовой демонстрации приняли участие почти 22 тысячи человек. Многие пришли с оружием. Замечены люди, у которых при себе были пистолет, винтовки и дробовики. Во время акции были приняты усиленные меры безопасности, но все прошло мирно. Полиция сообщила только об одном аресте, пишет Вашингтон-Пост. Большинство протестующих выражали поддержку президенту Трампу, который в Твиттере прокомментировал митинг, заявив, что демократы пытаются лишить американцев прав, предусмотренных второй поправкой Конституции США, и призвал голосовать за республиканцев. Между тем, в США регулярно случаются массовые убийства с применением огнестрельного оружия. В связи с этим появились предложения взять под более жесткий контроль хранение и ношение оружия. Новости республик бывшего СССР. Белоруссия закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на государственный концерн Белнефтехим. Топливо уже поставляется через Литву, по морю и по железной дороге. Перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Белоруссию Белнефтехим не уточнил. Прежде Белоруссия приобретала около 18 миллионов тонн нефти в год у России. Однако с 1 января эти поставки прекратились из-за разногласий по цене на сырье, и президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российским углеводородам. К середине января правительство Белоруссии направило коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. Новости Российской Федерации в Томской области, в поселке Причумлымский. Во время пожара в деревянном доме погибли 10 граждан Узбекистана и одна гражданка России. Известно, что сгоревшее одноэтажное деревянное здание на территории лесопилки, арендованной коммерческим предприятием «Гринвуд», не было предназначено для проживания людей. Информация о возгорании поступила в 10 минут после полуночи. Площадь пожара составила свыше 200 квадратных метров. Также региональное управление МЧС сообщило, что произошло обрушение кровли. Компания по производству пиломатериалов «Гринвуд» зарегистрирована с 2011 года. Учредителем предприятия и генеральным директором являются граждане Китая. По данным Единого государственного портала проверок, единственная проверка лесопилки проходила летом 2019-го. Компанию внепланово проверял Российхознадзор, однако нарушения не были обнаружены. Специалисты Сбербанка заявили, что утечки банковских данных часто происходят по вине самих клиентов финансовых организаций, которые слишком беспечно относятся к своим персональным данным и через мессенджеры пересылают друг другу данные и фотографии банковских карт. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, это равносильно, если кошелек с зарплатой выбросить в урну. Номера банковских карт в сети нетрудно найти. Остальное дело техники, чтобы потенциальная жертва сама сообщила необходимые данные, мошенникам достаточно минимального набора данных – имени, фамилии и номер телефона. В декабре Сбербанк сообщил, что за минувший год было зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников банка. Это практически в 15 раз чаще, чем в 2017-м. А теперь новости нашего региона. Договоры на ремонт и реконструкцию дорог на территории Воронежской области должны выполняться не позднее ноября. Зимних работ подрядчики допускать не должны. Такое поручение озвучил Александр Гусев на последнем оперативном совещании. Подробности у Елены Цветковой. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории областного центра реконструировали 164 крупные улицы. За его пределами 9 дорог областного значения привели в порядок. Обновлено свыше 300 километров дорожного полотна. Всего в прошлом году в регионе на ремонт потрачено 25 миллиардов рублей. Обустроено свыше 40 пешеходных переходов возле детских садов, школ и больниц. Кроме того, в прошлом году построили 25 километров тротуарных дорожек в сельской местности. Модернизировали 98 стационарных комплексов, фото, видеофиксации, нарушений ПДД. Что касается ремонта сельских дорог с облегченным, ну скажем так, транспортной нагрузкой, восприятием, так и интенсивные участки, там где мы идем не на реконструкцию, потому что совсем другие совершенно деньги, большие деньги, а идем на капитальный ремонт, ну под видом, наверное, ремонта. Вот, то есть замена изношенных слоев и, соответственно, конструктива дорожной одежды, основания. Вот, таким способом идем. Он дешевле, чем реконструкция, как показывает практика. Не затрачиваем силы на изготовление проекта, документация, прохождение экспертизы, то есть оперативно, мобильно. Также при обсуждении коснулись темы ремонта мостов и виадуков. Один из наиболее актуальных путепровод на улице 9 января, из-за которого столица Черноземья стоит в ежедневных пробках. Подрядная организация на 9 января поменялась, сейчас субподрядная организация. Надеемся, что сейчас пойдет, значит, темпы и объемы побыстрее. Вот, главное, она осталась. Соответственно, будем понимать, как только выходим на нормальный уровень, это июнь где-то месяц, тогда уже ведем речь о реконструкции улицы Ленина. На ремонт путепроводов на улицах Ленина и 9 января направили 640 миллионов рублей, сообщил мэр города Вадим Кстенин. Также в 2020-м ожидается ремонт мостов областного значения. Вот и Новоусманский район, Терновский район и Павловский район. Те места, как правило, подвержены были за последние два года интенсивному движению, грузопоток и, соответственно, строительству крупных федеральных объектов. В текущем году состоится реконструкция магистрали Белгород-Павловск. В Лискинском районе новое дорожное покрытие положат на улицы Тельмана, Ломоносова и Мира. Был заключен контракт в рамках пятилетней программы на ремонт 400 дорог сельской местности. Есть вероятность снижения смертности на автодорогах благодаря нововведениям. В заключении губернатор заметил, что качество дорожной разметки по-прежнему оставляет желать лучшего. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области выросло число заболевших с альмонеллезом и другими кишечными инфекциями. Инспекторы регионального Роспотребнадзора рассказали нашему телеканалу, чем могли отравиться воронежцы, а также где и как нужно лечиться. Показатель заболеваемости с альмонеллезом в конце прошлого года вырос почти на 10%. Также в конце 2019 года на 20% больше оказалось заболевших кишечными инфекциями. Незначительное повышение заболеваемости связано с тем, что в конце декабря у нас уже предпраздничные дни, и люди закупали какие-то продукты, готовили в домашних условиях пищевые продукты, в частности многокомпонентные салаты, готовую продукцию. И, конечно, такое большое количество, значит, можно быть связано с тем, что они неправильно хранили в условиях холодильника и не соблюдали сроки хранения их. Сальмонеллез – это один из видов острой кишечной инфекции, которую вызывают сальмонеллы, приводящие к интоксикации организма и поражающий желудочно-кишечный тракт. В структуре острых кишечных заболеваний оно ежегодно составляет от 6 до 7%. Заболевание начинается с повышения температуры, недомогания, сильной головной боли. Это отличает сальмонеллез именно от других кишечных инфекций. Может быть, жидкий стул, боли в животе и рвота. Инкубационный период составляет максимум 7 дней, но в среднем первые признаки заболеваний появляются через несколько часов или в течение трех суток. Чем большее количество микроорганизмов, то есть возбудитель сальмонеллеза, попадет в организм человека и его токсинов, тем будет короче инкубационный период и тем тяжелее будет протекать сальмонеллез. Взрослым сальмонеллез передается пищевым путем, детям чаще контактно-бытовым. Окончательный диагноз всегда ставится только по лабораторным данным, которые проводятся в бактериологической именно лаборатории, проводится этиологическая расшифровка и выделяется именно сальмонелла. Чаще всего в 75% на территории нашей области именно самым частым сероваром является сальмонелла энтерититис. Попадая в организм человека, сальмонеллы поселяются в тонком кишечнике, колонизируют на его стенках, выделяя токсины. Из-за этого происходит обезвоживание и нарушается тонус сосудов. Чаще всего этот микроб передается пищевым путем. В основном сальмонеллы поселяются в курином мясе и на скорлупе яиц. В целом же ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по сальмонеллезу, в регионе весь год оставалась стабильной. Массовое заболевание произошло только один раз в январе 2019 года, когда 19 человек отравились шаурмой с курицей. Причиной заболевания послужило нарушение технологии приготовления сотрудниками общественного питания, правил приготовления этой шаурмы, нарушение условий температуры хранения данного пищевого продукта и, конечно же, нарушение личной гигиены. В основном эту инфекцию лечат антибиотиками. Без них болезнь может прийти в хроническую форму. Если болеют взрослые, особенно мужчины, чаще всего они, конечно, не обращаются за медицинской помощью. Но если это касается сальмонеллеза, клиника очень тяжелая. И если заниматься самолечением, то очень сложно вылечиться. И все равно, если не на первый, на второй, но на третий день, он все равно обратится за медицинской помощью. Медики и представители Роспотребнадзора рекомендуют при любых подозрениях на отравление обращаться к врачу. Любое самолечение может оказаться опасным. Олеся Лисюк, Александр Панин, 41 канал. Во сколько обходятся Воронежу огни большого города? И как много власти уже сэкономили на электроэнергии с учетом энергосберегающих технологий? Об этом шла речь на еженедельном совещании в мэрии 20 января. Все подробности в сюжете Галины Жуковой. Оформлению городского пространства власти Воронежа уделяют самое пристальное внимание. В этом году наружное освещение предполагается развивать в трех направлениях, включая новое строительство, техническое перевооружение и энергосбережение. У нас почти 2,5 тысячи этих эллиминационных конструкций. Годовое потребление всего 370 киловатт. Это ни о чем. То есть это не совсем затратно. Почему? Потому что в основной своей массе где-то 99% это светодиоды 0,5-1 ватт. По словам руководителя Воронеж-Горцвета, проведенные мероприятия по техническому перевооружению и энергосбережению позволили сэкономить в 2019 году почти 9 миллионов рублей. Все, 400 ватт у нас уже нет. У нас остались 250 и 70 ватт. Те, которые менять смысла нет, они не окупаются очень долго. И мы, вот очень интересная деталь, это мы одни из немногих в России, подошли к минимуму. Дальше уже пускать снег, 141 ватт мощность одной лампы. Мы пишем, это усредненная цифра. Более трех тысяч светильников со светодиодными источниками на 17 магистральных улицах были установлены в Воронеже в 2019 году. А общие затраты на иллюминацию с учетом праздничного оформления новогодней елки на главной площади города составили 156 миллионов рублей. Помимо центра в этом году должны преобразиться еще как минимум пять улиц. У нас концепция развития праздничного иллюминационного оформления, она прошла экспертизу всю, и мы приступили к ее реализации. Она содержала всего четыре этапа. Все четыре этапа выполнены практически в полном объеме. Остался у нас частичный Ленинский проспект, это Левобережный район, и Московский проспект. На сегодняшний момент наружное освещение отсутствует на 66 улицах и проездах. Почти половина из них – это вновь образованные улицы частного сектора, а также отдаленные районы города. Одним из таких проблемных участков является микрорайон Никольское, расположенный на левом берегу областного центра. Да и сам народ оставлять благо цивилизаций нетронутыми как-то не привык. Дорога на Нововоронеж. Там ни подстанции, ничего нет. Вы, наверное, в курсе, что мы построили в этом году улицу Илюшина, поставили светодиоды. Ребята, ну 40, почти на миллион у нас их украли там. То есть там бесконтрольно. И поэтому та дорога, если там ставить светодиоды, то же самое будет. Из почти двух тысяч километров сетей наружного освещения одна треть приходится на устаревшие участки 20-летней давности, где требуется замена электрических проводов. Особенно это касается территорий, проходящих через крону деревьев. Это проблема для нас почти номер один. Почему? Потому что в кронах деревьев, дуновение ветра, снегопад, дождь. Ему более 20 лет. Там уже осталось ничего, алюминия нет. Там просто голый провод. И его уже техническая возможность, у него уже слабенькая совсем, никакая. То есть ветер дунул, и всё, обрыв проводом. Здесь, говорят специалисты, необходимо заменить устаревшее оборудование, исчерпавшее свой ресурс, на современное. Только в прошлом году в рамках технического перевооружения удалось преобразить 78 улиц города. Меняем голый провод на СИП, то есть там уменьшая потери при транспортировке электроэнергии и внешних факторов. Второе, самое главное, это светодиоды. Ещё одно достижение воронежских властей касается поэтапного сокращения потребления электроэнергии в зависимости от времени суток. В 11 часов до утра мы дважды меняем мощность. То есть стоит светильник мощностью 180, в 12 отключается, он переходит на 160, и потом с 3 часов до 5 он переходит на 140. Таким образом, Воронеж приблизился к минимально возможному уровню, когда огни большого города позволяют не быть затратными. Галина Жукова, Сергей Пеляев, 41 канал. Региональное правление Роспотребнадзора открыло горячую линию для консультации граждан об опасности употребления некурительной никотинсодержащей продукции. Журналисты нашего телеканала уже сообщали, что специалисты Роспотребнадзора начали изымать из торговли жевательный табак. Причина – отсутствие на снюсы необходимых документов Таможенного союза. В связи с тем, что некурительные смеси употребляются не как обычные табачные изделия, они официально были оформлены как пищевая продукция, не отвечающая требованиям безопасности, поскольку необычные конфеты, жвачки и леденцы содержат убойные дозы никотина. Хотя снюсы наркотиками не считаются, никотиновую зависимость они все-таки вызывают. Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил о первом в России случае смерти от употребления снюсов. Галина Жукова, 41 канал. Также против длинных выходных высказались работающие на удаленке. Доля фрилансеров составила 34%. Согласно соцопросам, чем выше возраст, тем меньше люди настроены отдыхать долго. Кроме того, за сокращение новогодних каникул 43% представители производственной сферы. А вот категорически против уменьшения праздничных дней в регионе почти ровно 60%. Мало того, многие из них хотели бы отдыхать еще больше. В наступившем году только 7% отправились на каникулы к заграницу или в другие города. Остальные предпочли остаться дома. В 2020 году у россиян будет 8 коротких недель. Это связано с переносом нерабочих праздничных дней. Олеся Олесюк, 41 канал. А теперь о погоде. В Воронеже и Воронежской области. Спонсор метеопрогноза – Воронежский государственный цирк с новой программой «Шоу слонов». С 1 февраля в Воронежском цирке шоу-программа «Калейдоскоп фантазий» «Шоу слонов». Уникальные костюмы, яркие декорации. Невероятно, немыслимо. Спешите. 22 января в регионе повсеместно ожидаются осадки. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Нижнедивицке и Раммонии. Снег плюс 1 градус. В Богучаре, Рисках и Павловске плюс 2. В Боброве, Борисоглебске, Бутерлиновке, Острогорске и Росоши, небольшой дождь плюс 3. Такая же температура в Хохле и Семилуках, осадки в виде снега. В Воронеже плюс 3, снег. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Православная церковь 22 января чтит память святителя Филиппа, митрополита Московского и всей Руси, известного обличением злодейств, опричников, царя Ивана Грозного. В этот день, после длительной череды праздников, у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье, а также было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть святки. 22 января именины празднуют Захар, Антонина и Петр. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в социальных сетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени, а также на нашем YouTube-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41-го телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин